здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня рубрика ответы на вопросы решил сделать еще одну серию накопились интересные вопросы ну и некоторые нюансы которые стоит пояснить значит вот прям не буду терять время распечатал как всегда ну и буду зачитывать отвечать катя пишет мне помогла безглютеновая и без казеиновая диета то есть человек не ел молочные продукты это без казино молочный белок казино убрала и глютена нет то есть зерновых там ну и прочее где содержится белок глютен так вот витамин d3 принималась селен пробиотики пребиотики была проблема у нее с щитовидной железой аутоиммунотериодит узлы теперь все нормально живу без таблеток это под видео видимо где меня было интервью с кристиной вот это видео которое так сказать рассказывала и как она вылечила свою щитовидку многие проблемы с ней там две-три болезни было только по щитовидки значит вот эти мои видео кстати которых сегодня буду говорить сразу скажу все о чем сегодня буду говорить ссылаться на что будут по ссылкам даны под этим видео вы можете потом зайти и посмотреть да нажав слово еще открывают ссылки легко увидеть если захотите понять посмотреть эти видео если вы еще их не видели о чем идет речь ну вот то есть я вообще прошу дорогие друзья присылайте мне свои интересные но истории о излечении тех или иных болезней недугов и вообще укрепления здоровья пожалуйста оставлю почту для этого специальную куда вы можете это написать и если вам будет интересно можно сделать если вы не против видео с вами вот как я делал с артемом с кристиной той же да идем дальше инна здравствуйте скажите пожалуйста спирулину как часто пить я пропила месяц да хоть всю жизнь пожизненно поймите что спирулина уникальный продукт это водоросли такая концентрат многих витаминов многих минералов по сути вот как долго есть но всю жизнь человек ест и спирулину как добавку биологически активную натуральную но только биорганик конечно же в идеале понимаете вот у меня вышло видео про практически вот всю группу витамина b который содержится спирулине я уж не говорю про другие компоненты это уникальный концентрат питательных веществ которых нам в нашей жизни сейчас не хватает то что почвы бедны потому что дефицит минерала в почве значит дефицит минерала в продуктах и даже на органических плантациях химии там нет это уже хорошо но то что там есть полный набор то что по табличкам когда-то ученые считали вот весь набор микроэлементов макро или такого уже нет даже селен вот пример бразильский орех вот в бразилии других странах где он выращивается в нем количество селена очень сильного антиоксиданта в 20 30 40 раз может быть разница почему а вот почвы не содержит так вот поэтому у меня было такое видео лес и почва вот это видео где я все пояснял связанное с тем почему в наше время такой дефицит и это одна из причин почему зожники в наши дни болеют вот это видео это один из факторов дефицит тотальный питательных важных веществ есть и другие причины всему есть причины просто если люди не хотят в этом разбираться ну вот они отмахиваются или как говорится забивают на все катить все как будет так и будет мол но это плохо это неправильно а ведь не сложно найти и кстати будут люди задавать вопросы я отвечу вот что же тогда в идеале потреблять спирулин это хорошо над не панацея но это очень важная добавка да и сразу скажу что опять всегда идут одни и те же письма то о чем я говорю то о чем любой лектор блогер неважно выступающий говорит всегда по законам жанра что называется ссылки на это как купить где посмотреть даются под видео который зритель смотрит понимаете нажимаете еще заходите ниже там ссылки и на видео и на товары в том числе на спирулину то есть на те товары которых речь идет далее поэтому пейте постоянно я советую если мы говорим не о форме в порошке о форме в таблетках поэтому не например удобнее прям беру горсть после еды или во время еды лучше после 20 таблеток 30 вот можно по 20 таблеток 15 два раза в день идеально оксана расскажите про панкреатит в нашей местности ну не написала правда в какую очень у многих людей эти проблемы то есть панкреатит вот если вы местность написали может быть это для меня было бы зацепкой но скажу сразу тут причин несколько у меня тоже в каких-то видео было про это есть три-четыре основных причины панкреатита самые две массовые главное я расскажу первое потребление мяса и вообще большого количества животных белков потому что тогда идет колоссальная нагрузка на поджелудочную потому что поджелудочная железа должна вырабатывать в большом количестве фермент трепсин который доразбирает белки поступившие из желудка где они предварительно обрабатывают соляной кислотой и фермента пепсином но трепсин доразбирает но его не хватает если человек тем более потребляет мясо не один даже раз в день а несколько как многие мясо это все рыба курица не важно то есть животные вообще высокомолекулярные белки включая тем более творог тем более сыр поскольку они содержат высокая концентрацию белка казино который недостаточно ферментной системы организма для полного переваривания потому что там еще нужен фермент ренин это долгая тема я про это объяснял уже много раз во многих видео своих про молоко там и так далее сейчас не буду ну так вот и нагрузка идет такая что не справляется поджелудочной тем более что она вырабатывает как минимум да ну из самых известных два гормона и три фермента это все как правило постоянно и вместе если человек ест как говорится 1 2 3 компот что страшным является преступлением перед скажем организм человека и это безумно вредно вообще в этом смысле правы были те еще в советское время кто практиковал раздельное питание и она помогала объективно людям почему я рассказываю это в своем видео раздельное питание дальше идем значит панкреатит это первое мясо убрать категоричка кстати когда есть острый панкреатит и проблемы с поджелудочной врачебными мерами вообще спасти человека нельзя но по крайней мере раньше врачи только голодание сам организм спасает себя когда голодает тогда только поджелудочная уже не вырабатывает ну не нужно просто продукты не поступают пищи не поступает значит нет надобности ферментах и гормонах тогда она начинает латать себя то есть доходят руки что называется до решения внутренних проблем своих поэтому первое дело при панкреатите острым тем более это голодание но правильное но когда панкреатит тут уже не важно правильно неправильно на воде полностью без всяких подсластителей без меда чтобы не было надобности в синтезе не инсулина не амилазы ну в общем ясно а вторая проблема причина панкреатита это паразит но многие из них просто обитают скажем дислоцируются в местах протоков панкреатических поджелудочной железы то есть это соответственно анкилостома и многие другие паразиты я об этом говорил в своей старой лекции от 14 года четырехчасовой которую я считаю необходимо каждому человеку на свете посмотреть что понимать хоть как все это происходит и чтобы знать как обезопасить себя меры профилактики гигиены и обязательно два раза в год дорогие товарищи проходите антипаразитарную программу у всех есть паразиты вопрос где в каком количестве сколько одновременно каких видов и вот в частности есть такие которые например поедают клетки печени поселяясь в печени например аписторхи аписторхоз болезнь да называется но и многие другие бриоскорида выпивает кровь из кишечника напрямую ну и так далее так вот повреждая определенные клетки ткани поджелудочной железы паразиты многие провоцируют панкреатит это вторая причина а других посмотрите мою лекцию о печени поджелудочной железе и так далее там я подробнее это рассказываю медитейшн энд релакс уважаемый юрий андреевич очень интересно ваше мнение романе миловане ве он отрицает существование всех необходимых для человека витаминов и минералов по его словам это обман человечества слушайте но я хочу сказать что вот просто дурак ну как по-другому можно сказать знаете вот но я сдерживаюсь ну как это про минералы но не удобряй ты почву сделай ее глинистый без черноземного или плодородного дернового какого-нибудь слоя где есть питательные вещества а какие минералы и вот эти минералы не будут поступать в растению она зачахнет и поселит и это растение просто на гидропонику но добавляй минералы и она будет расти и увеличиваться в тысячи раз по биомассе но это просто один из таких легких на поверхности лежащих примеров и это истина например бананы растут растут банановые деревья а потом листья обламываться начинают он нормальный когда рост они на ветру стоят там не гнутся ну то есть гнутся но не ломаются эластичные а тут хрупкими становится фосфора не хватает вот таких нюансов тысячи просто если люди как милованов которые не хотят трудиться но в смысле разбираться учиться это сложно вот вообще и логика наука штука сложная и любая наука требует усидчивости труда способности каких-то а сейчас в наше время кнопка тыченья любой не очень может стать блогером и популярным собирать вокруг себя таких же не учи которые поддакивают ему в желании расслабиться ничего не делать плыть по течению ну или так сказать по крайней мере в какой-то области ну или в сфере вообще оторванности человека от какого-то социума и жизни фактически это напоминает такую тотальную религиозное объединение какое-то значит по по вере то есть вера должна основываться на знаниях на разуме на логике на здравом смысле но когда вот такой впрочем об этом я кратко и говорил уже в моем видео последнем когда о враче егорове а его видео рассказывал или допустим как понять тот факт когда у человека начинаются определенные проблемы по этим проблемам и ясно очевидно что у него дефицит витамина b12 создает анализ у него дефицит витамина b12 он начинает принимать метилкобаламин в таблетках предположим или гидроксикобаламин прокалывают на курс и ему становится прекрасно сразу лучше при вот один фактор только этот который по анализам был недостаточен у него анализы пересдает человек у него они в норме ему хорошо прекрасно он вернул свое хорошее самочувствие в этом была причина что это доказывает что витамин b12 есть ну и и так далее вы понимаете я поражаюсь над такими людьми просто поражаюсь ладно элла джу пожалуйста синдроме раздраженного кишечника расскажите много лет присутствует эта проблема пел очень жаль мне что вы не смотрите мои лекции если вы их смотрели вы бы знали что есть такое мое видео о синдроме раздраженного кишечника синдроме перфорированного по другому кишечника я дам ссылку под этим видео не будьте ленивы еще раз товарищ смотрите таким образом вот вы хотите что-то спросить про какую-то тему а вы сначала не поленитесь вот несколько секунд займет у вас времени в ю тубе прям наберите фролов пробел поджелудочная фролов пробел синдром раздраженного кишечника фролов пробел дисбактериоз фролов пробел сибр синдром избыточного бактериального роста вот эти три видео по ссылкам я дам вам оставлю сейчас для изучения под этим видео которое вы сейчас смотрите оставлю но умеете хоть немного обращаться с ю тубом с поисковыми вообще системами же все очень просто а потом пишите только тогда потому что вы же меня этим в общем-то обижаете показываете но пренебрежение или какой-то равнодушие или лень свою мне не лень вот это все делать искать записывать подготавливаться каким-то образом к этому вставать раньше иногда в 4 в 5 утра вы ленитесь несколько секунд в ю тубе набрать ну как то так александр алексеев расскажите пожалуйста про лечение витилиго спасибо большое за ваш труд значит витилиго связано с аутоиммунное заболевание это нарушение пигментации кожи проблема связана с печенью об этом я рассказывал свое видео про печень посмотрите вот отдельно видео витилиго нет никаких проблем но вот просто посмотрите мое видео про печень там я это рассказывал вообще смотрите мои лекции они очень полезны но это конечно труд до какой-то тоже время потратить придется и немало но порой люди к этому приходят когда очень серьезно болеют вот тогда некоторые я таких людей многих знаем не пишут об этом по 8 часов в день мои лекции смотрят и время сразу находят вот вчера кричали претензии мне предъявляли что длинные лекции а завтра смотрят по 8 часов в день и рады диана стрелец юрий андреевич дайте пожалуйста рекомендации по правильному питанию что можно включать в рацион чтобы повысить качество жизни спасибо большое это очень важный вопрос очень глобальный и сложный который в принципе требует отдельного видео но у меня были уже примерно такие видео которые вот это поясняют но например что же тогда есть но это по продуктам конечно в наши дни продукты питания натуральные выращенные экологически чистых местах даже они не содержат себе все нужные питательные вещества которые когда-то рассчитали ученые по таблицам что вот продукт такой-то содержит такого-то минерала столько такого-то витамин этого уже нет что делать биологически активные добавки натуральные естественные помогут что самое важное давайте так я всегда говорю дорогие друзья сдавайте анализы вот когда кровь сдаете общий анализ крови заодно дополнительно на эти пять пар витамин d2 d3 витамин k1 k2 витамин b12 и гомоцистеин особенно если он повышен от плохо это значит соответственно как правило дефицит b12 но четвертая пара омега-3 полиненасыщенный жирный кислот а именно две из них это эпк и дгк ну и пятая пара это ферритин и железо вот поэтому я советую вот низкий ферритин железо моя кровь плюс синтезит плюс хлорофилл то есть активный хлорофилл есть отдельно у нас от зеленой бутылки моя кровь красные бутылки синтезит понятно и плюс ко всему но это спирулину и хлореллу да то я о чем я всегда в общем-то говорю все это у нас есть на сайте nadgar.ru если вы опять спросите и ссылки под видео будут даны разумеется говоря о здоровье от бодрости энергии сейчас у всех почти дефицит витамина d3 обязательно принимайте каждый витамин d3 хотя бы 8-10 тысяч м е международных единиц сутки лучше всего не синтетически искусственный а натуральный у нас такой в продаже есть он добыт из лишайников знаете что такое лишайники я надеюсь это не мхи есть группы мхи и лишайники симбиоз с водорослью до гриба и водоросли скажем такой симбиоз но так вот это натуральный уже не синтез а экстракция ну и концентрирование так вот там же k2 уникальный витамин который что делает закрепляет как бы удерживает кальций в костях что очень важно при профилактике остеопороз d3 он проводит кальций в кость а k2 не дает вымываться так вот эти два витамина важнейших есть в этом масле плюс омега-3 плюс уникальный фермент вот это видео о нем о масле этом посмотрите продукт пока есть но он скоро кончится к сожалению пока завозится к нам страну не будет разумеется я рекомендую спирулину хлореллу фукус в идеале куркуму с черным перцем вот эти камбоджийские не индийские в которых всего лишь полтора процента максимум содержание действующего пигмента куркумина а 10 с половиной процентов вот из одной провинции камбоджи с которой мы работаем именно по этой причине стали работать что мы просто не имеющий аналога в мире уникальнейший продукт и он лечебный продукт это рекомендую безусловно что еще обязательно пройти антипаразитарную программу это месяц всего один курс месячный она будет дана тоже по ссылке на второй месяц я советую пройти программу по выведению из организма тяжелых металлов и радионуклидов все мы наглотались из воды воздуха еды какое-то количество тяжелых металлов и от ртути там мышьяка до радиоактивных элементов да тот же криптон 85 по моим 85 это потому что выделяют любые атомные станции мира это в атмосфере а он задерживается в организме жировой ткани у любого человека у любого животного это тоже проблема она мало об этом говорят ну даже караула в свое время говорил вот поэтому это есть такая проблема и многое прочее поэтому это вот общая а потом уже если у вас грибковые поражения там какие-то болезни уже антигрибковая противоопухолевая она же она же противовоспалительная и так далее терапия комплексная называется это маркерный курс он тоже у нас есть на сайте вот еще очень важный элемент цинк про него тоже видео у меня было у цинк можно купить либо в коралловом клубе неплохой либо где-нибудь в аптеке какой-нибудь фирмы там хороший типа солгар но цинк подойдет вот и силен ну желательно отдельно как очень сильный антиоксидант а вот если вы хотите натуральный антиоксидант прям натуральный это дегидрокварцетин у меня было о нем видео и этот препарат у нас есть натуральный плюс к тому т8 экстра экстракт из пихтовой хвои такой полипринол мощный сильный антиоксидант натуральный самый что ни на есть настоящий они совместимы между собой просто по времени их надо разнести ну скажем там после еды например через 30 минут а второй через 40 что-то до еды там за 10 20 30 минут до еды все между собой просто надо разносить по времени это все сочетаемо кто-то скажет это много столько всего я спрошу вас а вы в салат бывало в жизни такой что добавляли помимо огурца еще и укроп а кто-то может туда и любисток или какую-нибудь петрушку сыпет а лук чего и масло добавляли не слишком ли много ингредиентов и чё каждый день поняли что вы сказали но тем самым это я вам пояснил это же не какой-нибудь я вам так сказать бисептола потом метронидозол предлагаю так сказать правильно это наверное я но это просто часть питания концентратов тех которые в наши дни в наше время химическое сельского хозяйства и уничтоженных почв не хватают у всех тотальный дефицит постепенно приводит к иммунодефициту а дальше любые болезни которые могли бы позже наступить но они быстрее приходят потому что иммунитет ослабевает и защитные силы падают значит болезни берут верх над человеком и это в первую очередь зависит от дефицита многих жизненно важных питательных веществ которые укрепляют организм дают ему существовать в его норме реакций в его нормальной биохимии да идем дальше джорджи некий пишет протест мне пишет как спать на животе если человек весит 120 килограмм не смешите ради бога писать какой идиот это под видео видимо про камни как растворить желчные пузыри этом говорил что очень важно чтобы желчь хорошо выходила спать не на боку а хотя бы какое-то время там ну спать на животе тогда легко выходит желчь через общий желчный проток например с желчного пузыря да и печени легко по общему желчному протоку 12 перстную кишку а тут мне претензию то есть я просто правду сказал на кого дурак претензию на себя так не надо быть жирной свиньей жрать надо меньше как говорила моя пелесецкая похудеть надо а это очень легко сделать очень легко плевое дело да но только одна проблема отказаться надо от большого количества жирачки от жирачки на ночь и от сладкого всего вообще всего сладкого и калорий не потреблять более полутора тысяч если вы не шахтер но этот кто на животе спать не может точно не шахтер вот поэтому проблем здесь не будет только проблема одна жрать хочется да вот как это к себе проблема или я говорил что я сейчас скажу что нужно делать всем толстякам и тут такой или что все люди толстые что или что толстым быть нормально что ли какие же люди есть идиоты просто абсолютные претензии он не предъявил я вообще в шоке просто тут будут еще кое-какие претензии послушать некоторые даже любят как я их разбираю но я прекрасно понимаю почему я конечно не терплю идиотизм я не буду там сюсюкаться с кем-то и так далее кстати еще интересный момент у меня такое видео было раздельное питание да таких писем сотни я лично там меня прям как такой ну ладно евгений сделайте пожалуйста видео а что же тогда есть это я в том видео раздельное питание сказал что вот хотите чтобы я сделал такое видео а то мол мне претензии предъявляли это мол нельзя есть по моим словам то что же тогда есть ничего не остается я говорю хотите сделаю видео что что есть но видео когда вышло вот посмотрите просто вот там дата год назад два года назад я мог сделать за этот год-два то видео о котором я был хотите сделаю сделаю наберите фролов пробел а что же тогда есть увидите видео вот она но не ленитесь вы сотня людей написал и представляете дамир фадхуллин благодарю вас юрий андреевич за ваш неоценимый труд он благодарю я начал слушать ваши лекции два года назад убедился в правдивости ваших слов очень благодарен за ваш неоценимый вклад создание школы жизни но в кавычках школы жизни меня нет такой школы в плане учения или школы физической но имеется ввиду знаний я повторно прослушиваю ваши лекции и беру все новое и новое то есть старых лекциях разумное зерно важные знания человек берет но абсолютно поэтому я советую я то говорю это не хочу выпендриться или там что вы больше время потратили просто так для пользы ваши же мои лекции по-хорошему надо конспектировать если человек будет конспектировать и какую-то тему разбирать а по этой теме у меня не одно видео а несколько с разных сторон подходы как бы да к человеку и психологические и фундаментальные знания и разжевывание аналитика так вот тогда у человека будет возникать такое чувство в науке она называется микозарение как архимед кричал эврика сошлось пазлы собрались единую картину мироздание мира понимания вот что произойдет когда человек начинает тематические все мои видео например толстый он хочет похудеть устает спать но так сказать ложится вроде бы ирана и проспит долго и так далее и вес лишний а может быть уже и сахар повышенный в общем какие лекции мои надо смотреть инсулинорезистентность почему все время хочется есть почему нельзя есть по 16 00 что будет если вы откажетесь от сахара на 10 дней раздельное питание калории вот сразу понимает и возникнет полное понимание и беру все новые новые так как запомнить сразу все невозможно поэтому надо конспектировать спасибо вам огромное дай бог вам здоровья благодарю и вам тоже здоровья маша иванова глупость от природы глисты не выживут щелочной среде так что спортсмен прав это видимо там артем или кто-то говорил такое ну может кто еще не помню а с дамой я не во всем согласно соки тоже полезны а полезнее фрукт и овощ полностью и во многом другом ладно про второе пока не буду теперь про эту глупость глисты не выдерживают щелочной среды так что спортсмен прав это вы что доказали чем своим изречением доказали но вообще доказательство науки нечто иное ну ну значит так в организме щелочная среда какая может быть максимальный 8 5 8 6 вот так сказать желчь например так 12 перстной кишки где-то восьмерочка ph щелочная среда и вы действительно больше не может быть ну соды много выпейте будет больше короткий промежуток времени но все равно не больше девяти там десяти это вообще это вы иначе вы сожжете слизистую давайте так если слизистую не сожжете то есть будете держать такую щелочную среду но чтобы вы выжили и не умерли вы и что значит в этой среде паразиты погибнут то есть бычий цепень погибнет широкий лентец какой-то хинокок альвеокок и так далее да да ну просто я не знаю что сказать порой действительно вот шарикова вспоминаешь вот и что говорил ему профессор преображенский на его такие широкие смелые его заявления что говорил не надо судить о вопросах вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью щелочь убьет паразитов такая такой концентрации от которой вы умрете раньше на 10 порядка понятно у нас нет в организме такой щелочной среды есть норма реакции предел в которой может данный признак существовать у нас все среды щелочные но щелочи рознь это не сода разведенная например один к одному с водой куда вы кинете или звездка где все сгорит сплавится извините меня это и человек умрет а если концентрация такая где прекрасно все живет и функционирует то паразит который покрыт многослойной оболочкой защитной так сказать и это вообще бессмысленно это просто никакая среда которая не убьет человека ни кислая ни щелочная не убьет паразита и не путайте может я предполагаю вы путаете бактерии вирусы грибки так сказать и паразитов для вас все это одно и то же паразиты паразит это гельминты круглые ленточные плоские черви паразитические организмы паразиты они по типу своего так сказать питания образа жизни это совершенно другое бактерии грибки вирус это тут все не убьет далеко некоторые бактерии в щелочной среде до грибки отчасти да но не все и не надо так огульно тем более вы это не знаете абсолютно это и видно из того что вы пишете как вы пишете и главное еще так что вы чё чё доказали чтобы говорить так что спортсмен прав то есть вы истину изрекли я сказала поэтому спортсмен прав какие же глупые люди есть просто ну про фрукты не буду это подробно все было уже сказано мной вот недавно а давайте сразу еще глупость прям подряд ну вот еще одну game exam а разве против алкоголя какой-то паразит может устоять вот еще один такой если в крови человека алкоголь там же всех выжжет насмерть я просто в шоке а вы не неужели вы действительно не думаете что сначала концентрации которые что-то выжжет не выжжет ваши эритроциты тромбоциты форменные элементы крови стенки сосудов у вас тогда все должно быть сначала расплавится а потом уже паразит погибнет нет такого нет человек выживает после алкоголя ну который в усмерть не упьется выживает да день два год выживает кто-то алкоголиком и 10 лет и больше ходит и что так сказать себе то он вред колоссальный человек причиняет убивает себя но не сразу и каким-то образом и клетки его живы ну конечно часть погибает часть обновляется но а паразит это животное которое защищено еще и оболочкой к тому же многие и более сильные токсичные вещества спокойно переживают а такие паразиты как эхинокок альвеокок в виде финцист и так далее они так вообще практически неуязвимы даже для тяжелых химических препаратов и живут годами в организме пока куклины ничем на них не подействует кроме резонансного воздействия скажем так вот так что это вот я просто поражаюсь просто ну чего люди морозят а если вы в чистый спирт положите паразитов да они погибнут сто процентов безусловно а если вы чистым спиртом человека зальете и внутрь допустим литра два то это вот понимаете какой процент от массы тела ну и погрузите в бочку со спиртом у человека он умрет безусловно ну и что вот вы вообще сказали вы понимаете что человек пьет такую концентрацию алкоголя чтобы убить паразит тогда сначала у него вообще полностью как вы говорите вот значит выжжен быть должен и кишечник и кровеносные сосуды и так далее понимаете я просто про чего несут ну чего несут люди так дальше ли а тарашвили добрый день я лечила рассеянность склероз полным голоданием 24 дня ни еды ни воды вот 24 дня до анализа прекрасная только вода низкий показатель какой вода низкий показа не понимаю а новых нейронных нарушений нет он законсервировался но это еще рано сейчас возьмусь за что-нибудь другое вот не надо я советую экспериментировать только никогда вообще-то рассеянный склероз и прочие аутоиммунные заболевания это вещи серьезные подходить к этому я сайт вы можете как угодно я советую комплексно есть натуральные средства лечения безусловно голодание помогает часто во многом но как правило законсервировать проблему то есть она не дает распространяться усугубляться проблеме грибные препараты травы изменения питания не просто голодание питание надо кардинально менять убрать продукты которые вызывают воспаление которые вызывают реакцию антигена антитела то есть вот это обязательно ввести в рацион питания продукты концентраты питательных веществ та же хлорелоспирулина и прочее о чем я постоянно говорю не допускать дефицитных состояний по тем или иным питательным важным веществам принимать гель сорбент ну или очищение клизмами кружками эсмарка либо вот гель сорбент про который было отдельное видео у меня вот с доктором коллегой моей вот посмотрите а за что-нибудь браться вот просто за что-нибудь это неправильный подход димастер насчет b12 согласен я веган вот уже девять лет и заметил проблемы с недостатком b12 только на второй год кто-то на 3 замечает кто-то на 4 но как правило все когда ноги стали отекать появилась усталость начались покалывания в ладонях и ступнях купил баночку метилкобаламин и уже через неделю начал наслаждаться жизнью как и прежде вот о чем я говорил в самом начале видео когда вот ну помнил что было такое письмо и привел в этом смысле пример да так стандартно многие люди пишут мне и не только мне просто форму в чатах можно найти но вот это не доказательство того что практика критерий стены что был дефицит человек понял по описанным то есть уже известным ранее симптомам что да дефицит может быть еще какой-то дефицит чего-то и он всплывет далее но это явный фактор вот он стал принимать b12 все отлично стало кому интересно то я делаю упор в еде на зелень и овощи они на фрукты то чем я говорю многие годы потому что сахара чем меньше тем лучше и конечно зелень безусловно это очень в общем зелень содержит очень много белка мне даже видео такое было в зелени белка больше чем в мясе до иногда им гречку для стабилизации веса иначе сильно падает без лаков употребляю омега-3 b12 d3 и вот уже почти десять лет чувствую себя превосходно и ничем не болею только к вид немного статистику подпортил вот так как говорится не страшно совершенно правильно разумный подход я бы еще добавил туда обязательно в рацион спирулину обязательно значит но d3 уже есть допустим проверяться на то что я сказал периодически если уж каша едить я бы пшено добавил и овес бы добавил ну кашу например из овса или пророщенное везголозерный что конечно лучше но примерно так далее сила воли юрий андреевич уважаемый и любимый хотелось бы отдельный ролик о том сколько натурального меда в день можно употреблять один наш знакомый любитель программ по омоложению организма еще по омоложению я вообще в шоке съел за один присест трехлитровую банку меда ему поплохело надо же кто бы мог подумать скажите пожалуйста можно ли мед употреблять каждый день какое количество максимально да в том видео которое называлось как растворить камни в желчном пузыре я как раз про это и говорил про эту методику чайную ложечку в день а видео вот буквально одном из последних про крестину говоря о меде у меня даже отдельные видео вырезал из этого видео вставки такие про мед сделали мы да так вот речь шла про если уж едите мед а он сладкий в этом минус его что все-таки фруктоза глюкоза то вот все остальное в меде плюс конечно же да и самый полезный мед это дикий мед от диких пчел но бортевой мед колодезный особенно конечно важно где находятся еще какие травы там растения какие леса ну то есть вот тем не менее дикий мед а из него самый полезный тот который перезимовал в ульях но в колодах дуплах с пчелами и вот этот оставшийся мед полностью ферментированный конечно там не все только биологии можно объяснить там буквально чудесные вещи возникают то есть он действительно лечебен такой мед у нас бывает вот как раз в середине мая и где-то месяц-полтора пока его не раскупят ну и потом только осенью появляется собранный за весь год а вот мед который майский там собрали уже в мае там это всегда все недозревший мед нельзя такой мед мед полностью созревает вообще который в ульях с пчелами зимует ну и отчасти уже зрелый мед после медового спаса вот это совершенно верно ну конечно пчелы не должны химии обрабатываться ведь у всех клещи знаете пчелины их обрабатывают химии почти все никакой вощины покупать у кого-то нельзя потому что там обрабатывали из вощины с воском передастся через вощину в мед это химия даже и напрямую как химическими элементами так и так сказать волновой вот этой передачи информации информационной которая не убивается естественно остается и переносится вот поэтому надо использовать свои вощины а вообще лучше пули не использовать а использовать колоды вот но вот у нас есть такой дикий мед несколько видов уникальный на нашем сайте вот nadgard.ru ссылочка будет в описании скоро будет такой мед появится а я говорил а вот если бы вы были внимательны и смотрели бы все мои видео то вот как раз видео недавнем я и вот кристина рассказывала она вернее рассказала что покупает наш мед уже пять лет и она его очень высоко ценят объяснила как и чем и я там пояснил тоже кое-что но вот по чайной ложечке а так этот мед в малом объеме содержит огромную концентрацию питательных веществ трехлитровый бак какой там столовыми ложками нельзя есть даже это просто убьете поджелудочное убьете просто инсулиновая кома будет ирина ирина юрий андреевич можно ли принять грибные препараты лисичку при грудном вскармливании сразу скажу де юра нет потому что эти грибные препараты не опробировались не проходили испытания на детях до 6 лет на грудных беременных и так далее поэтому это автоматически на всех бадах то сертифицирован как бат хотя это может лекарство лучше любого лекарства медицинского однако так по закону положено пишут что нельзя но де-факто многие люди делали это уж смотрите сами я скажу лишь что нельзя можно ли давать антипроцитарные препараты ребенку два-три года нельзя но некоторые делали но нельзя вообще можно ли вскрывать оболочку этих капсул и принимать только содержимое можно зачем вы что думаете они из желатина из животного вы веган да нет они из целлюлоза сделаны а например синтезит активов для меня которые вот лично у меня продаются вот они специально по моему заказу сделаны из водорослей фукуса оболочки оболочки капсулы так что вы можете спокойно и те и те есть тем или поймите что капсулы сделаны для того чтобы в определенном отделе жкт они вскрывались например от щелочной среды как например те которые нужно чтобы скрылись в тонком кишечнике понимаете какая штука а в кислой не вскрываются поэтому вот это имейте ввиду или тогда до еды надо на стакан полтора стакана воды запивать тогда это пройдет сфинктер откроется между желудком и 12 перстной кишкой туда вода с этим содержимым порошка пройдет но все же я советую вам с капсулами так и воды пить меньше ну и правильнее это саня мамадова почему не запрещают продажи производства алкогольных изделий слушайте вы как будто с луны свалились то есть если что-то вредно абсолютно однозначно известно науке с времен павлова академика который ясно что говорил на эту тему академика угловы собственно бехтерева и так далее ну то есть абсолютно вы понимаете но что сушки это генное оружие это многомиллиардные продажи и оборот безусловно государство по логике вещей которые заботятся о здоровье народа трудящихся будущем его детей категорически обязаны запретить продажи алкоголя ну я надеюсь что эти изменения произойдут у нас стране но не уверен что ближайшее время а вот например один из первых декретов большевиков когда пришли к власти они был как раз о сухом законе то есть его приняли еще до большевиков в четырнадцатом году перед мобилизации когда началась первая мировая война и тогда все губернаторы практически как едино а николай второй человек был нерешительный сам не вел этот указ в сухом законе но отдал на распоряжение губернатора все ввели и тогда есть целые материалы на эту тему насколько улучшилась жизнь людей снизилось преступление в быту улучшилась кпд так сказать производств всех и так далее одни плюсы ленин говорил нам большевикам в отличие от капиталистического мира с алкоголем не по пути иначе мы опять скатимся капитализму понимаете какая штука то есть категорически и понятно потом не буду всю историю рассказывать вот водку еще рыковкой называли в двадцатые годы когда в двадцать четвертом сухой закон отменили кстати восемьдесят пятом году не было сухого закона это был так называемый полусухой закона вот сухой закон запомните был в 1914 тире двадцать четвертых годах так что вот имейте это в виду и вот последняя надежда здоровых людей поколений кто родился восемьдесят шестом седьмом восьмом и еще отчасти девятых годах это вот как раз последняя надежда россии которую потом клинским и другой мерзостью стали уничтожать с рекламы и фильмами этими где бесконечная попойка начиная от особенности русской охоты рыбалки до искать всех этих ментов там и так далее где пиво толстяк в каждой холодильнике везде разливают и пьют страшная штука этот алкоголь не важно как он называют это генное оружие страшное оружие есть страны где воспитывают людей таким образом что пьют алкоголь только идиоты дегенераты и маргиналы швеция норвегия где продают алкоголь не в супермаркетах вместе с едой рядом на полках а где нить в магазине он у свалки городской или мусоросжигательного завода за пределами города по паспорту в отделение полиции обязательно дают сигнал что купил такой-то бутылку смотрите мало ли что будет я обязательно сделаю отдельное видео очень масштабное где я объясню уже все досконально а то тут мне на днях один мерзавец написал про алкоголь я это отдельное видео сделаю разберу отвечу ему такой знаете фи мне тут сделал это что же с женой там бокал шампанского или там вернее вина он пишет или пиво не выпить и так далее но на мои слова что кто пьет тот носит в лепту свою дело уничтожения народа будущих поколений детей конечно дураки вы с женой что пьете ишь наслаждение у них жалко мне вас убогих если у вас нет других наслаждений а если вы хотите одних и других и десятых то вообще знаете что это вообще-то не наслаждение тогда же берите и сок пейте если уж вы так виноград любите а если вы вино любите то в эту потому его любит что антураж вы себе психологически нарисовали вам помогли через фильмы идиотские и любите вы в нем и тело и спирт от которых эйфории у вас возникает или аналогичные ощущения это наркотик вы приняли наркозную дозу и вам хорошо она очень низкая наркозная доза но естественно не то при которой решили операцию можно таскать не на боль не чувствует нет это большая доза разумеется про все про это я расскажу про все про это говорил жданов своей лекции про алкоголь алкогольный табачный наркотический террор про святой руси опять-таки ссылку дам здесь под видео посмотреть и мои две ссылочки на мои лекции тоже дам здесь под этим видео так что ну вот к сожалению так теперь дмитрий маренков юрий андреевич огромная благодарность я донор крови и и компонентов уже более пяти лет как скажется это моем здоровье в будущем но это может в принципе не сказаться особо мясо не ем три года гемоглобин нижняя граница нормы вот обязательно синтезит актив плюс формула моя кровь плюс спирулина или можете попробовать хотя бы моя кровь плюс спирулина возможно только этого будет достаточно но я советую вам пройти антипаразитарную программу многие паразиты дают как раз снижение уровня железа ферритина гемоглобин и обязательно проверьте ферритин а не только железо если у вас низкое железо на нижней границе нормы ферритин у вас вообще может быть 20 а то и менее единиц тогда прекратите пока сдавать кровь доведите до порядка полного эти показатели учтите это не шутка все таки стинг стинг благодарю вас за ваше видео и то что делайте для нас я если честно раньше был огромным фанатом андрея счастья и милованова но я просто про это в андрея счастья опять-таки сказал связи с видео врача егорова о нем что он его лечил попал к нему он недавно кстати сразу скажу хватит писать вот эту ахинею что вот есть видео где андрей счастье действительно был худой а потом на к опять так сказать на мышцы у него выросли это был двадцатого года в октябре или в ноябре видео то его а к врачу он попал вот буквально двадцать втором году недавно к этому егорову когда опять истощал весь и у него так сказать нулевой тестостерон он же говорил ну неужели непонятно я видео гала после этого моего видео где все это пояснял опять пишет все у него нормально и дают ссылку на двадцатый год что с людьми происходит вы хоть даты смотрите но я вообще поражаюсь просто ну вот был фанатом счастья милана но сейчас ваш подход юрий андреевич мне кажется самым правильным и логичным ну да потому что я отрешен каких-то желаний верований так сказать из да просто констатирую факты ну-ка неважно нравится никому или нет ну вот люди порой иногда хотят верить что-то такое более простое более легкое чтобы ничего не изучать не напрягаться по жизни и так далее но потом разочаровываются и вот условиях наших условий климата и прочих факторов к веганству и строению нужно подходить с большим умом ну конечно фрукторианство замечательный тип питания которое может работать в основном в тропических странах где фрукты более сочные растут без химии круглый год в этом есть своя логика но дело не в том что в странах этих а в том что да они просто содержат ну там смотря какие есть и там тоже значит опять китам есть в диком виде растут и вот на плантациях которые есть органические плантации есть вообще которые химию удобряют тоже надо понимать разница большая а так да конечно плюс свой определенный там в этом смысле но это не обязательно еще раз говорю самая правильная диета веганская она ближе к это диете но только веганский вариант на такое видео было кетодиета веганские кето питание обязательно с добавками спирулим хлорелла фукус там и так далее чтобы витаминов не было дефицита и основу овощей зелень вот это самый правильный вариант ну жиры такие как авокадо там ну кто-то яичные желтки там например без проблем учитывая этический момент об этом у меня тоже много видео было так ну и дальше хочу попросить вас если вам будет интересно делать видео на следующей теме когда холод влияет на иммунитет как холод влияет на иммунитет да закаливание штука полезная но только если у вас нет проблем с почками посмотрите на видео вим хоффа современного человека лед что ну видимо зовут вот тогда он излечил свою болезнь исключительно холодом не все так излечат а кто-то покалечится безусловно резкий перепад температур холод мобилизует организм он как бы запускает синтез многих иммунных клеток ну и естественно это встряска для организма иногда стрессовая стряска но не стресса когда ты нервничаешь и изводишь себя а вот такими факторами но действительно иммунитет провоцирует другое дело у меня есть подозрение что в долгосрочной перспективе это вызовет быстрое более быстро чем могло бы быть истощение резервов запасов жизненной энергии если можно так сказать ресурсов организма вот это единственное а так пассивно нормальная так сказать баня контрастный душ и так далее для здорового относительно человека у кого нет противопоказаний к этому например если опухоли у человека какие-то не дай бог он баню принимает особенно опухоли головы там не дай бог это глупость или глумер нефрит а он ледяную бочку садится это вот убийство почек потом просто можно умереть от этого вот а так да это хорошо конечно сб недавно сделала запрос вегетарианцев христианство так вот один уважаемый вскавычках священслужитель высокого ранга но может по-другому называется но нам вы смело людей веганов вегетарианцев да свойственно некоторым людям глумиться даже и священнослужителям которые конечно не должны христос бы не глумился сто процентов которые именно поэтическим соображением отказались от животной пищи то есть людей которые проявляют высшую степень милосердия добродетели человечности высшей степени у куприна было рассказ в свое время цикл праведники там было тоже в том числе люди которые полностью поэтическим тогда еще в те времена еще до так сказать учения толстого и так далее как много людей таких тогда было даже среди крестьян простых не ели мясо и животных не убивали питались только веганской пищи именно в цикле праведники только как люди к ним относились очень интересные рассказы например вот и а сейчас есть такие но бесы они бесы они священнослужители вот кто они такие а чтобы серафим сарусский сказал который тоже был веганом полным и даже сыроедом вот чтобы он сказал таким попам у меня было видео мясо и библия посмотрите его начинается но со слов священника который мне написал тогда письмо и приезжал ко мне кстати из австралии русской православной церкви но там приход очень интересное видео а еще посмотрите мое видео которое называется морковки тоже больно вот про таких это вот смирнов или как священник вот там прям цитата что они говорили что я им на это говорил посмотрите он сказал почему они тогда не жалеют микробов которые которых они вдыхают все какой дебил господи какие же есть дебилы я до сих пор под впечатлением от такого высказывания тем более духовного служащего тогда для укреплений бодрости духа для радости чтобы отойти от этого ужаса вот так сказать этого мракобесия и этого идиотизма я предлагаю вам посмотреть и насладиться моим видео под названием морковки тоже больно так как раз ответ тут таким в том числе священник алекс грин это тот еще товарищ веганство не может быть панацеей для всех подряд здоровье человека все очень относительно это в философии все очень относительно а в здоровье человека все очень прагматично и последовательно веганство многим не подходит по конституционному типу нет в конституции это не записано возрасту климату все словоблуде доступу к исключительно биологически чистым продуктом да тут больше рациональное зерно образу жизни работает так значит так насчет образа жизни работает все херня полная у меня есть такое видео как там веганом быть или сыроедом зимой в сибири я там зачитываю письмо которое мне женщина написала одна которая родилась и живет в сибири ее мамы папы дедушки бабушки и вот она начинает рассказ своего прадедушки который прожил 118 лет который никогда в жизни как и все последующие поколения не ели мясо и животной пищи в сибири посмотрите может быть вы немножко что-то прозреете как же люди знаете как вот любой ценой даже страшные глупости самообмана бреда любой хинеи будут оправдывать свои порочные пристрастия желания привычки зависимости ценой глумления над здравым смыслом разумом человека правильно там один дальше по моему написала как же те люди кто-то с рождения есть веганы с рождения не едят мясо рыбу яйца и прочее и живы и здоровы и так далее а а ведь это факты а если это факты практика критерий истины то есть то что мы видим если это белое мы не должны если мы честные люди называть это белое черным но есть которые называют они не хотят это видеть сейчас при наших то возможностях интернета и так далее у нас не только телевидение как много-много лет назад где говорят то что так сказать вот нужно ну и книги есть и раньше кстати были вы знаете что до 30-х годов было огромное количество книг по вегетарианству сыроедению вы знаете например что жена репина но вот ей давал бехтерев академик преподавать в институте у студентов даже вот курсы по питанию по сыроедению знаете я много чего интересного на эту тему рассказывал своих видео ужас просто образу жизни работы и дальнобойщики мне писали вегетарианцы сыроеды и другие специальности тяжелые и грузчики и грузчики и другие коллеги грузчики которые перекуры мясо такие вот мужики здоровые вроде но такие пузо уже вот так сказать 40 лет и так далее а то и раньше и что и вот они даже не могли части угнаться за этим человеком который тоже грузчиком работал с ними пришел веган парень понятно выносливость сила увеличивается но из человека глупости не сделает не истощает как андрей счастье когда уже мышц нет но это же проблема не вегетарианство или сыроедение а конкретно его как забированного человека в своих убеждениях упивающихся еще которые при этом учат других людей просто поражаюсь идем дальше что пишет этот еще товарищ наши предки о да еще полный вперед наши предки и первобытные ели мясо имели такие силы энергию что современники мечтать не могут по 10 детей рожать норма была а теперь вот это видео про бабушку сейчас мой помощник вставит расскажите о себе сколько вам лет да только всего с 27 как у вас здоровьица богу благодарю на ногах хожу все удивляются твои все лежат а ты ходишь а я башки говорю башки они мясо едят а я с двадцать седьмого года как родилась мясо не ем теперь давайте посмотрим про вегана в прошлом олимпийского чемпиона который в 104 года вот так монету 25 центовую руками двумя пальцами сжимал в конвертик складывал умер его машина сбила 104 или 105 лет а теперь несколько кадров посмотрите вот этого вегана который вот была съемка 98 летом было потом 102 на машине подъезжает вот так вот известный кардиохирург еще старой школы академическое образование который так сказать вот прожил 104 года тоже я не буду дальше показывать хотя очень мог бы и 110 показать и больше да так значит теперь скажу ему следующее наши предки и первобытные значит вот кто рожал по 10 детей это кто первобытные или наши предки а наши предки зачем вы такую большой диапазон взяли в десятки тысяч лет насчет там первобытных что вы много первобытных знаете многое но например вы слышали все что на мамонтов охотились да и верить в то что люди первобытные с камнями и палками могли забить мамонта причем где в северной европе где мамонты паслись где скалистые породы после ледников волны вы попробовали бы там сами с лопатами вырыть у них не было лопат а вы бы с лопатами могли там ямы такие кубов на 100 200 вырыть но чтобы мамонт упал его можно было там камнями забить или вы копье можете проткнуть даже железа не было мамонтова кожу 6 сантиметровую не можете так вот а почему ученые судят что мамонтов ели обж кости находят рядом захоронением людей и мамонтов а если через тысячу лет или 10 тысяч день шри-ланке или там где-то если откопать вот могилы и там люди и слоны захоронены вместе тоже слонов едят скажут да вот такие как вы да слоны домашние животные были как кошки и собаки которые помогали причем тотемные животные причем которых уважали мамонты также у наших предков которые так сказать помогали в хозяйстве переносили стволы деревьев поднимали на высоту как краны так сказать прочие грузы и так далее вот что это было но это же надо такому бреду быть что вот так вот все искажать и верить в эти глупости так что давайте так насчет первобытных предков вы лучше помолчите а насчет тогда что могли бы сказать там по 10 детей так и больше ну гораздо есть по 20 рожали и даже 25 она женщина рожала 20 25 детей спокойно до до революции были проведены в конце 19 века вот скажем статистика собрана сколько по рождению средний показатель на и были ошеломляющие цифры 16 или 18 сейчас не помню нулова менделей 18 ребенком до родился а мясо ели во-первых далеко не все во вторых очень мало и очень редко и вот это вот чушь просто ну от брюха продиктована и от мозгов таких а вот эта писанина продиктована от брюха алчащего мяса от нежелания отказаться от своих любимых пристрастий привычек и зависимости от желания успокоить свою совесть которую выпьет у каждого душа и совесть все-таки к справедливости к тому что плохо убивать животных и люди придумывают отговорки любые лишь бы успокоить свою совесть сознательно осознанно или подсознательно бессознательно пытаются это сделать вот и все рима круглого на средний перешла более 10 лет назад перешла резко выпали волосы и пломбы сразу скажу что это проблема ваш у вас уже она была и тут дефицит d3 к2 витаминов может быть кальция может быть магния это как бы основа не хватало может быть кальция в пище чем органическом может вы зелени мало ели но предположим а по d3 к2 точно но вот мышцы не съелись то есть это она к тому что некоторые мышцы съедаются а вот у нее нет наоборот мне стало легче двигаться я себя почувствовал на 20 лет одно дело легче почувствовали естественно потому что ушли интоксикации воспалительные процессы не нужно столько выводить нашим выделительным системам токсичных веществ от работа к организму это все понятно вот поэтому 50 пробежала полумарафон лужниках заняла первое место на дистанции 5 километров в своем городе два года подряд занимал четвертое и второе место свою возрастной категории в властных соревнованиях как такое возможно без мышц нет ну это понятно там мышцы большие не нужны там связки сухожилия вот что там нужно ну мышцы там большие не вы же не тяжелой атлетикой у меня огород я сама копаю грядки делаю всю работу в огороде думаю если бы мышцы съелись не ну как съелись вы если двигаться можете они уже не съелись но нельзя так говорить но это не говорит о том что у вас нормальная мышечная масса надо быть объективным с возрастом мышечная масса у всех людей уменьшается с каждым годом с 30 лет у кого-то на один процент у кого-то на пол процента вот в этом я редко у кого кто поддерживает себя физической форме качается там ну 0 3 про но у всех без единого исключения понимаете то у меня хватило бы сил только лежать нет конечно и мышцы не съели спешу выходите коль ходите вы не лежите значит мышцы есть но не знает что их стало больше либо они остались на том же уровне не значит проверила на себе ну что вы праве мышечную индекс массу вы же не проверяли без мяса и вареной пищи мышцы не съедаются значит мышцы могут съедаться у людей которые на любом питании на мясном на сыроедении на веганском ошибки люди делают часто у меня есть видео почему мы не можем питаться только плодами в наши дни я это поясняю там и почему зожники болеют в наши дни то есть имеют проблемы посмотреть там и проблемы с кишечником не у всех они есть проблемы с паразитами с кишечником дисбактериозное состояние сибер и прочее все это влияет пища которую вы едите и добавки которые вы получаете или не получаете а кпд усвоение пищи зависит от того как часто вы принимаете пищу если есть большие диапазоны она лучше усваивается но между приемами это много много нюансов у вас могли некоторые факторы совпасть плюсовые но есть и минусы учтите это вячеслав если егоров такой умный но это врач пусть объяснит как растут дети без мяса совершенно верно что он там ахинеют насел нести артем взрослый а вот детский организм откуда берет белок вопрос этот должен поставить в тупик любого умника врача который без мяса нельзя например просто приведу что тот же например у стаса нами на ну солисты группа цветы да там есть сын и муж там и не знаю ли 30 или половец такой метр девяносто он никогда в жизни не ел мясо понимаете и он веган с рождения в детстве через материнское молоко но человеческое содержит всего один-два процента белка кстати да один из самых низких показателей среди всех млекопитающих природит очень важный нюанс и это всего лишь один-два года ну пьет молоко где белок через организм матери передаются через молоко да а потом дети растут без мяса и молока ну животных примеров уже сотни тысячи и сотни тысяч их миллионы но в разных стран кто-то скажет климат почему тут климат нет если само сам факт что это возможно и это есть это истина и не надо с ней бодаться все остальное только от брюха вашего идет все это от испорченных мозгов света украин а благодарю в очередной раз юрий андреевич за ваши лекции благодаря вашим лекциям сохранила свежесть здоровье сыроиднее у меня основное в жизни в питании уже на протяжении трех лет с тех пор как я о нем узнал какое счастье что я вас нашла в ю тубе благодарю что других постоянно спасаете своими уме умными лекциями по правильному питанию по сыроиднее спасаете здоровье жизни другим умнее ваших лекций по сыроиднее правильному питанию за три года я не видел на ю тубе всем здравомыслящим рекомендую ваши видео в интернете здоровые люди это счастливые люди а чтобы быть здоровым и счастливым нужно правильно питаться совершенно верно здоровом теле здоровый дух и именно так если человек болен ему не до чего ну кроме каких-то титанов такие которые себя таких людей мало конечно чтобы развиваться нравственно духовно нужно чтобы тело физическое было здоровым это очень важно ну а здоровье тела нас нашего организма зависит в первую очередь от питания хотя факторов которые влияют на нас негативно убийственно медленно убивая нас в наши дни в наши годы нынешнем цивилизации в это очень много очень много об этом у меня было видео лет десять назад снят называется девять причин болезни питание это одна причина группа причин а другие восемь групп причины это другие хотите посмотреть разобраться посмотрите ссылки оставляю в описании я рекомендую вам подписаться на мой канал дублер в телеграме по здоровью там все эти видео дублируются у меня есть mpeg кто-то хочет на машине ехать или другу переслать на маленький объем ну и вообще сохранить у себя то есть голосовой вот в mpeg 3 аудио файлы прям под видео тоже будет лекции фролова в mpeg 3 там прям архив другие ссылки на другие соцсети есть у меня другие каналы в ю тубе на другие темы есть у меня другая телеграм-платформа по теме совести подлость по общественно-политическим вопросам как канал на ю тубе пока еще этот есть по общественно-политическим совести подлость называется это уж будет интересно смотреть но по здоровью здесь ну вот собственно и все на сегодня достаточно пишите свои вопросы комментарии ждите от меня новые видео всего вам самого лучшего